Итак, новости. 22 сентября тепло должно быть во всех квартирах Красноярска, заявили энергетики и чиновники. Сегодня они начали подавать горячую воду в теплосети социальных объектов детсадов, школ, больниц. А как только обслужат их, приступят к жилым домам. Куда жаловаться, если батареи так и не нагреются к субботе, знает Гульнас Галямова. Сегодня тепло начало поступать в социальные объекты. Это школы, больницы, детские сады. Их в городе более 500. И чтобы подключить их все, говорят, теплоэнергетики потребуются где-то 2 дня. И уже в среду тепло начнет поступать в жилые дома. Напомню, что на циркуляцию городские системы отопления были поставлены 10 сентября. Впервые у нас так рано это происходит по заданию главы города. Если 22 сентября в вашей квартире тепло все-таки не появится, то можно жаловаться. Созданы горячие линии. У нас информация о них размещена на сайте администрации города. Люди могут звонить в свою управляющую компанию в ТСЖ, могут звонить в районные администрации. Там созданы рабочие группы. Телефоны горячих линий по районам вы найдете на нашем сайте. И вот еще обращаю ваше внимание на акцию Департамента горхозяйства. На своем сайте они разместили вот такое объявление. Акция называется «Расскажи соседу, когда будет тепло». И предлагает горожанам распечатать это объявление и повесить у себя в подъезде. Хорошо, если теплоэнергетики свое обещание выполнят. И 22 сентября у нас все-таки появится тепло в квартирах. Поскольку синоптики говорят, что вот такая малоприятная погода, как сегодня, будет всю неделю. За исключением среды и субботы дожди и где-то около плюс 15. В принципе не так холодно, но согласитесь, в такую погоду все-таки хочется, чтобы дома было комфортно и тепло. Гульнас Галям, Владимир Цуканов, СТС Прима, Новости.